Добрый день! Сегодня будем делать курсу, как ее делать на Кубе. Нам нужно будет чеснок, один такой мы еще раз толчем, вместе с апельсином, сок одного апельсина и потом нам нужен будет чеснок, одна уже мелко порезная, один зубчик, одна небольшая луковица, пол красного перца, пол зеленого перца, нам нужно будет также вино, где-то 100 миллилитров. Томатный соус, каперсы, нам нужно будет маслины, так примерно столько и нам нужно будет пару картофельных, чуть-чуть картофель нужно будет. Значит, чем мы начнем? Начнем мы с того, что замаринываем курицу. Мы сейчас возьмем, положим сюда в ступку чеснок, мы положили, добавим немножко соли, весь его размельчим, добавим туда апельсиновый сок и потом все это перемешаем, намажем курицу, оставим ее где-то на час в холодильнике мариноваться и потом продолжим. Так, мы размельчили в чеснок в ступке и налили сюда, солью размельчили, да, и налили сюда апельсиновый сок. А сейчас мы это дело начнем выливать сюда потихонечку. Так, потом положим следующий слой и положим потом это в холодильник на час. Так, у нас прошел час, у нас это продолжало в холодильнике. Я забыл сказать несколько ингредиентов. Во-первых, я забыл сказать, что нужно будет паприка сладкая, потом нам нужен будет листик лавровый, один лавровый лист, нам нужен будут изюм, здесь у нас где-то столовая ложка, и нужно будет чуть-чуть где-то грамм 100-150 куриного бульона. Значит, тем не менее, сейчас мы нагреем сковородку, нальем от оливкового масла, вынем курицу из соуса из этого и обжарим ее. Так, масло у нас нагрелось и теперь мы положим сюда курицу. Значит, вынем ее из маринада, немножко отстряхнем и будем обжаривать ее, ну, как всегда, не для готовности, а обжарить. Итак, и будем ее из маринада, сейчас мы из маринада еще сверху посолим, потому что, в общем-то, у нас не так много соли там было, самое дело, сейчас ее посолим и будем обжарить с каждой стороны, чтобы она была, скажем так, закупана. Так, курицу мы обжарили, ну, и вынимаем. Вынимаем на тарелочку. И сейчас кладем сюда овощи. Так, и кладем сюда овощи. Ну, еще напоминаю овощи у нас лук, чеснок, то есть лук, перец, чеснок и лавровый лист. Значит, это мы кладем туда, сейчас это тоже немножко посолим и будем пассеровать. Перемешаем с маслом, которое там у нас осталось, посолим и будем пассеровать. Где-то минут 10, я думаю, что мы будем пассеровать. Мы в не очень большом огне и потом продолжим. Прошло 10 минут, и теперь мы с тобой добавим паприку. Сладкую, где-то чайную ложку. Все это перемешаем. Так следует. Так, и добавим сюда 2 столовые ложки. Помахнем с маслом. Одну и так. Все это опять же перемешаем. Так следует. Перемешав добавляем сюда вино. Вино белое, да? Где-то на 100 миллилитров вино. Сейчас его дадим выпасть алкоголю и продолжим. Алкоголь у нас выкипел и мы сюда кладем всю курицу. Кладем всю курицу. Тоже перемешаем, чтобы у нас немножко обволоклась овощами. Теперь мы добавим сюда то, что у нас оставалось от нашего апельсинового сока с чесноком. И добавим сюда же бульон. Бульон добавим немножко. Здесь 100 миллилитров. Все это мы перемешаем. И добавим сюда же оливки. Все добавлять не будем. Ну, хватит. Папперсы. Папперсы. Папперсы мы добавим. Пару чайных ложечек тоже. Сейчас у нас все это закипит. Пока мы порежем картошку. Мы почистили картофель, да? Маленькие. Потому что картофель здесь, в общем-то, мало его по рецепту. И положим тоже сюда. Значит, будем лезть картошку такими кусками небольшими. Вот так отломать, чтобы он нам дал брахманы, чтобы на слой появился более густой. И второй еще картофель. Картошки швели такие маленькие они. Ну, и теперь мы это закроем и будем делать до готовности. Картошки и курицы. Где-то минут 20 у нас это займет. У нас прошло 20 минут. Картошка похода вот-вот уже будет готова. То есть через 5 минут как максимум. Мы теперь положим сюда изюм. Положим изюм, чтобы он совсем у нас смешался. И отставим еще на 5. В общем, как будет готова картошка. Все остальное уже готово. И потом положим талят и вывезем. Наше сегодняшнее блюдо это курица по-кубински. Всем приятного аппетита и пока. Приятного аппетита. Пока. Всем приятного аппетита.